Про что тебе прочитать сказку? Баба... Про что? Баба... Баба Яга? Да. Давай, Баба Ягу. Имя любимого сказочного персонажа Дима Михаленко выговаривает отчетливо, а вот другие выражения мальчику даются с трудом. Пока в лексиконе шестилетнего ребенка всего 10 слов. В этом году Дима должен был пополнить ряды первоклашек, если бы не серьезный диагноз – ДЦП, который поставили поздно, только спустя год после рождения. Хотя мама мальчика вспоминает, что заподозрила неладное сразу после рождения сына, ведь он не дышал, когда появился на свет. Гематомы были сильные у него, то есть он весь был синий, голова синяя, все синяя. Ну, все сказали, все восстановится, все будет хорошо, все будет замечательно. Мы как-то не били тревогу, ждали. Шесть месяцев не сел. Вот шести месяцев мы уже как бы сами начали всех тормошить, ко всем стучаться. Ждите до года, у детей до года восстанавливается. Сначала Дима шел на поправку, даже научился сидеть, но в возрасте трех лет малыш потерял все навыки. Мышечные судороги не позволяли ему подняться с кровати. У ребенка появились постоянные боли, дискомфорт. Малыш практически перестал двигаться самостоятельно. Сам ложку держать не будет. Конечно, он все это хочет делать, он головой понимает, что все это все делают, он все это просит, но у него не получается. Но мальчик все равно пробует, ведь им движет мечта научиться готовить. Это видео он пересматривает раз за разом, когда становится немного легче. А когда боль возвращается вновь, мальчишки помогают все домочаться. Меняя друг друга, близкие делают Диме ежедневный массаж, однако пользы от таких процедур немного. Улучшения могут принести только занятия у профессиональных реабилитологов. В медицинском центре каждые три месяца. Три месяца все, все возвращается. То есть бесполезные всякие занятия, уколы, лекарства. Через три месяца мы возвращаемся в комок, полностью в комок. На реабилитацию семья вынуждена ездить за 300 километров. В небольшом селе Толсты, Варнинского района, где живут Михаленко, лишь один фельдшер и медсестра, которые не могут уделять мальчику круглосуточное внимание. Поэтому настаивают на реабилитации, подчеркивают, результат есть. Он начал держать головку. Все равно, что они делают, это идет на улучшение. Все равно ребенок, он развивается. Пусть он медленно, но он все равно развивается. Сегодня финансовый вопрос для семьи встал очень остро. На один курс реабилитации в Челябинской клинике требуется минимум 50 тысяч рублей. А на зарплату Натальи в детском садике сложно даже просто прокормить всех. У папы маленького Димы работа не постоянная, а в семье растут еще две дочери. Несмотря на все проблемы, Михаленко не унывают и очень надеются, что у Димочки есть шансы на счастливое и здоровое будущее. Этот шанс мальчику могут подарить все неравнодушные. Если вы готовы предложить свою помощь с 5 по 11 декабря, отправьте смс на номер 7522, укажите слово «родная» и сумму через пробел. Она будет списана с мобильного счета. Чужой беды не бывает.